И всем привет, с вами Росиксон. Это первый выпуск рубрики обзор блогеров. Сегодня я расскажу про канал Слезы Сатоши. У него 177 тысяч подписчиков и он довольно известен в криптовалютных кругах. И напомню, в этом видео я расскажу лишь о своем субъективном мнении, где расскажу о плюсах, минусах блогера, что думаю, считаю в общем. Ну, начинаем. В комментариях вы сможете написать свое мнение по тому или иному блогеру. А также предложить следующего участника. Сразу же начну с плюсов. Как я считаю, первый плюс это качество картинки, оформление, правильный фон, красивые превьюшки, качество звука отличное и самое главное, грамотная речь. И, соответственно, просто приятно слушать, приятно смотреть. Кто-то скажет, возможно, это не так важно, но вы сами попробуйте послушать человека, который будет постоянно говорить «Ээээ». А сапинация в криптовалюте довольно много таких каналов, поэтому это важно. Так, теперь второй плюс. Я думаю, что самый важный, и он очень сильно подойдет для новичков в криптовалюте. А именно, это качество аналитики для новичка. То есть, основы, как выбрать, какие фонды вложились, почему такая-то криптовалюта хуже другой, и определенные аспекты рассматриваются. И это очень интересно, послушать новичкам, хобякам, понять, ну, какие-то базовые вещи. Ну, на самом деле, многие посмеются, что это база, это знать нужно, но очень много новичков не знает об этом. Я, вспоминая себя, вообще практически ничего не понимал, и довольно долго мне это своими шишками пришлось узнавать, а тут об этом рассказывается, притом очень понятно, с хорошими примерами. Также, плюс-минус, ну, третий плюс, если посмотреть, в общем, да, есть ошибки у Рафаэля, но, как я считаю, они не критичны, и в сумме, скажем так, Рафаэль в плюсе с его идеями. То есть, уже есть некая история с покупками, продажами, с его мнениями, которые он удаляет, и можно посмотреть, что думал Рафаэль год назад, два, ну, и так далее. И глобально, как я считаю, я заметил, ничего такого не изменилось, только Рафаэль прогрессирует, ну, такое. Четвертый плюс, это давно в рынке, большой опыт, и, соответственно, несколько циклов прожито, о чем Рафаэль часто держится в видео. И пятый плюс, тоже довольно важный, практически нет рекламы на Ютубе, если есть, то это какие-то проверенные биржи. А, кстати, напоминаю, спонсор этого видео, биржа Gate.io, топ-7 лучшая биржа в мире, самые большие объемы торгов, а именно, ликвидные объемы торгов, то есть, когда торгуют не боты, а именно люди. В общем, заходите, регистрируйтесь по ссылочке, получайте хорошую скидку на торговые комиссии от меня, и биржи Gate.io лично. Так вот, у Рафаэля практически нет рекламы на Ютубе, есть иногда выпуски, по которым можно понять, что это реклама, но, если, скажем так, новичок будет смотреть, то он не поймет. Вот, в общем, я бы сказал, очень хорошо все сделано. Теперь перейдем к минусам. Их даже довольно сложно найти, кому-то покажется, что я прям сильно превозношу канал Слежа Затоши, в комментариях можете написать ваше мнение. Ну, это мое мнение, я считаю канал хороший, идеальный для новичка. Да, конечно, есть небольшие помарки, но, мне кажется, они небольшие. Из минусов в Телеграм-канале реклама, не то чтобы часто, но она, скажем так, сомнительная. Но самое главное, она помечается тегом реклама, так что, ну, это такой минус, если покопаться. Тоже, если покопаться, есть приватная группа, что как бы не совсем, но Рафаэль сам говорит о том, что в этой приватной группе только те люди, которые о ней знают. И, в общем-то, хотят следить за его действиями в портфеле, ну, ежечасно. А так, как Рафаэль говорит, что он каждую неделю-две говорит о всех своих действиях, так что обычным новичкам, я думаю, не нужно подписываться на его приватку. Вот примерно так у меня получилось. Я думаю, да, могут быть у меня помарки и все такое. Но самое главное, еще раз спасибо Бережи Гейтайо, топ-7 по торговому объему, феральные ссылочки туда-сюда. В комментариях напишите, про какого блогера сделать следующий обзор. Примерно так, я думаю, пилотный выпуск получился. Удачи всем!